Это новая школа в селе Зарбали Карасуйского района. Она рассчитана на 375 мест. Строительство было начато два года назад. Из республиканского бюджета выделено больше 148 миллионов сомов. Ранее дети в селе учились в здании, построенном методом Ашара. Раньше наша школа располагалась в здании бывшего детского сада, где отсутствовали необходимые условия для обучения. Стены тряснули во время дождя, с потолка капала вода. Теперь у нас новая современная школа, отвечающая всем стандартам. В новом учебном заведении есть спортивные конференц-залы, столовые, душ и компьютерные классы. Ранее школьники вынуждены были заниматься в три смены с 8 утра и до 8 вечера. А это школа в Араванском районе, которая не обновлялась ни разу за 45 лет. Она также была построена методом Ашара. И в 2005 году школу признали аварийной. Однако из-за отсутствия других учебных заведений занятия здесь продолжались. Ранее на уроке информатики мы преподавали только теорию. Мы ограничивались лишь объяснением материала по учебнику и записями на доске. Теперь каждый ученик активно использует компьютер на уроках. Дети в восторге от возможности работать с техникой и получать практически навыки в области информатики. Ранее вести уроки химии было затруднительно из-за неудовлетворительных условий, особенно во время практических и лабораторных занятий. Сейчас же создано отличное условие, благодаря которым преподавание стало настоящим удовольствием. Теперь новая школа имени Бекенова сдана в эксплуатацию. Она рассчитана на 275 мест. В ней созданы все условия для учащихся. В школе оборудованы классные лабораторные помещения, соответствующие каждому предмету, а также компьютерный зал, столовая с современным оборудованием и тренажерный зал. Наша новая школа очень просторная, светлая и оборудована современными учебными помещениями. Теперь у нас есть компьютерный класс, который раньше отсутствовал из-за нехватки оборудования. Также у нас появились лаборатории для проведения практических занятий по химии, физике и биологии. Эти новые возможности помогут учащимся, расширить свои знания и подготовиться к будущим успехам. Мы надеемся, что, обеспечив детей всем необходимым для обучения, мы вдохновим их на активное обучение и саморазвитие. В Араванском районе всего 56 школ, из которых 6 находились в аварийном состоянии. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию две из них, сейчас вот сдаем третью. Это было первое поручение, которое дал нам Садор Нурваджуевич, и мы успешно решаем проблему обновления школ. Школа, которую основал Татыш Бекенов, была построена методом Ашара более 40 лет назад. Из республиканского бюджета было выделено 146,5 миллионов сумм. Теперь двухэтажная школа со всеми необходимыми условиями готова принять учеников. Глава кабина также постил строительную площадку новой средней школы имени Орумбая Хурманбаева, Силе Толюйкон. Строительство этой школы началось в 2015 году, так как старое здание находилось в аварийном состоянии. Поскольку возведение этой школы остановилось, глава кабина отметил, что будут выделены дополнительные средства для завершения объекта. Далее Ахлбек Джапаров ознакомился с состоянием спортивного комплекса Силе Кингсай. Строительство спортзала началось в марте прошлого года. Из республиканского бюджета было выделено 32 миллиона сумм. Здание состоит из двухэтажей. На первом расположились баскетбольные и волейбольные площадки. На втором – тренажерный зал. В ближайшие дни он будет введен в эксплуатацию. В тренажерном зале установлена система обогрева, а также проведены работы по канализации и обустройству санузла. Далее глава кабина принял участие в церемонии открытия школы в селе Халдай-Нокатского района. На строительство из республиканского бюджета было выделено более 102 миллионов сумм. Кроме того, Ахлбек Джапаров принял участие в открытии детского сада Бакыт-Нуру на 160 мест селе Киров Харасуйского района. На строительство детского сада было направлено около 69 миллионов из местного бюджета. Также глава кабина ознакомился с состоянием школы в селе Берлешкен. Как отметил глава кабина, Ахлбек Джапаров входит в церемонию открытия школы в селе Зарбалик, создание условий для предоставления качественного образования детям, приоритетное направление правительства страны. Каждое открытие школы – это радостное событие. За последние два с половиной года открыто около 200 школ. В Харасуйском районе было 13 аварийных школ, одну из них мы сегодня открываем. Завершено строительство еще трех школ, которые скоро откроются. Эта новая школа рассчитана на 375 мест, из бюджета выделено 148,5 миллиона сомов. Среди 2% школ, где не хватало компьютеров, была и школа в селе Зарбалик. Сегодня этот вопрос тоже решен. В школе имеется 25 компьютеров, интерактивные доски, современная воркаут-площадка, актовый зал. Это современная школа, не уступающая по условиям столичным школам. Я всегда цитирую нашего выдающегося писателя, чем вы зает Матова. Школа – это место встречи талантливого учителя и талантливого ученика. Только знаниями можно добиться больших высот. Мы хотим, чтобы, обучаясь в новых современных школах, у наших детей было качественное образование, чтобы они владели иностранными языками. Качество образовательных и спортивных учреждений, построенных в регионах за последние годы, не уступает столичным аналогам. Отличительной чертой этих школ является современное техническое оборудование, которое способствует активному развитию интеллектуальных способностей учеников. Так, например, в Мирмахмудовской, Маильномаймаке, Ожской области новую школу оснастили современной техникой, чтобы ученики смогли раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Для удобства учеников здесь создали электронную библиотеку. За последние три года государство уделяет особое внимание строительству школ, придавая этому процессу высший приоритет. Процесс возведения образовательных учреждений непосредственно находится на контроле у главы государства. Согласно статистике, за период независимости не было такого интенсивного и масштабного строительства социальных объектов, в частности школ. Ранее имели случаи, когда строительство школ тянулось годами, что приводило к проблемам с завершением проектов и превращением их в долгострои. А теперь посмотрим количество школ, построенных по стране за последние 13 лет. В 2010 году построили одну школу, в 2011 – 4, в 2012 году – 6, в 2013 году было построено 29 школ, в 2014 – 12, в 2015-16 годах возвели более 45 школ, в 2017 – 35, в 2018 – 68, в 2019 – 31 школу, в 2020 году построили 25 образовательных учреждений, в 2021 году – 37, в 2022 – 30 школ, а в 2023 году рекордное количество – 105 школ. Как вам известно, по итогам года 2022 года нами было завершено 210 объектов, из них это 105 школ, 10 садиков, 5 здравоохранений, а остальные – то, что касается капремонта и пытовой воды. В этом году, на 2024 год, Техор Кикенеевич недавно принял бюджет. Исходя из этого, совместно с депутатами, совместно с правительствами, мы сейчас в данный момент рассматриваем, сколько объектов в этом году завершаем. Но мы так планируем, у нас есть переходящие объекты, которые уже долгих лет строятся, из-за этого мы хотели бы в этом году всех закончить, а на следующего года, если мы начинаем строительство, то в течение года, чтобы завершить, чтобы такого долгостроя не было. При текущем темпе возведения школ проблема нехватки образовательных учреждений в стране будет полностью решена в течение двух лет. Строительство школ является основой для устойчивого развития нашей страны.